Так, шестая партия. Или какая-то? Пятая. Пятая. Пятая партия. Опять кони в три. Тут тупость разыграна. Я понял, что вы уже все устали. Я знал, что я ценю. Вот что-то новенькое. Двойной фианкет. Двойной фианкет. Учиннейший вариант на земле. Даже я с этим согласен. Кстати, вот в такой редакции он довольно веселый. Что, подкрутим тоже? Это дебилизм, я делаю. Все ради тебя, Кирилл, смотри. Тупой ход сам бы ни за что не сделал. Я думал, что мы спровоцировали уже пять. Какая-то ужасная староиндийская за белых. Ну, представь, что сейчас все пешки из центра пропадут. Понимаешь, я, насколько я понял, ему именно в таких позициях тяжелее играть. Потому что он любит эндшпиль. Даже не очень удачный за себя. Шоколадный заяц. Почему шоколадный заяц? Я не знаю. Так, ну, очень выгодный для него стратегический размин, но мы выигрываем пару темпов. И пока слон на С8 в принципе у него лучше, чем наш слон. Но этому слону еще надо выйти. Если ты сейчас пойдешь в ферз Д6, я выйду и скажу. В специальную больницу тебя увезут, да? Что-то так. Конь на А4 свою дебильную функцию изжил уже. Ну-ка, ему, в общем, ничего белое не получили. Ладно, надо быть абсолютно аккуратным, чтобы хуже не встать. Минтип в чате написал, что ты из России. Это сильно просто. Это да. Тяжело догадаться тогда будет. Так, вот зачем этот ход? Он может делать любой ход. У него настолько безопасная позиция. Надо, надо, иначе хуже встанем. Надо срочно что-то делать. Я хотел просто предложить выбить ферз. Вот это вот я зря. Зря пацану не достал. Он сейчас слону не достал. Выбит этого коня. Наверное, догадается. Там ничего страшного, но нехорошего тоже ничего. Нет, не вывел. По стране, что мне теперь делать? Пойти в А1. А1 банально. С А1 конь в А4, да. Конечно, абсолютно в каждой партии, который ходит в А1. В каждой практически. Ты как думал? Некоторые заебаются в дебюте. Это мы не пустили сона по иглу, да? Да, я хочу вторую ловину Д1. Это как бы особо толку от этого не будет, как и от большинства моих ходов, если честно. В принципе. Ну, вот, не проигрываем. Конь Е5. Что задумано на конь Е5? Сядем, 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 сядем. Сядем, сядем, сядем. На Е4 зависает. Почему я могу на Е5 взять? А не прямо. Потому что Е4 зависает. Ну, в первую. Не прямо как на Е4 зависает. Ну, сейчас что-нибудь будет? Что-нибудь будет? Что-нибудь будет? Покажет. Если ничего не будет делать, я пойду в конь Ц6 и Е5 и придется сдаться. Покажет. 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 У него зависло на Э5, если что. Нет, там ладья у нас. Недва. Если честно. На Э7 он возьмет на коня на Э7. Всящая ладья, что-то он задумался. Покажет. У-у-у-у. Доход. Что вообще происходит? Так симпатично. Три боя. Такие они... Что это? Погоди. Кто здесь больше бьет? Не, погоди. Я вроде больше бьет. После Б4. Три. Ты имеешься такое... Сначала... А давай подкрутим. Пусть думай. Он тут не разберется за... Две секунды. Что у него есть на часах. Тут уже в чате про Обаму разговор пошли. Сейчас по России пойдем. Так, или он разберется. Что-то я, наверное, зря это сделал. Все решает висящая ладья. Я пришел к этому. Ну все, это было очень глупо. С моей стороны. Стоп, почему? Ты же мог выбить. И... Сейчас нужно улучшить. Получше точно. Да, он сейчас зебнул коня просто. То есть на ладья до 2 коней 7. Ладья до 2 коней 7 промежуток и ладья до 2. Еще одно. Ну, если он кидает, почему нет? Он кидает, да. Еще только.